Девчонки, всем привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Наконец-то я снимаю не влог, а такой стандартный домашний ролик. Прям so excited! Итак, сегодняшний ролик будет посвящен покупкам, покупкам вещей. Я вам покажу три своих любимых сервиса, на которых я обычно заказываю вещи, потому что мне кажется, что интернет-покупки, они имеют свои небольшие особенности. И начать я бы хотела с сайта, который называется Бандеролька. Бандеролька это сервис, это не то, что сайт с покупками. Бандеролька это сервис, с помощью которого вы можете заказывать вещи из Европы или из Америки. Мне достаточно давно пришел заказ, но я каким-то фантастическим образом профукала съемку видео о нем. И я не знаю, как так получилось, и я вот тут просто обнаружила, что именно эти вещи я вам не показала, но вы меня частенько про них спрашиваете, откуда они и что это вообще такое. Обычная желтая кофточка, но почему-то, когда я надеваю ее, мне всегда сыпятся вопросы, Вероника, что это? Это бренд Ralph Lauren. Вот такая простецкая желтая кофточка, но она абсолютно из супер натуральных тканей. Она прям, ну вот, ми-ми-ми, стопроцентный хлопок. Но это здесь хлопок с какой-то обработкой, мне кажется, здесь у нас что-то добавлено, либо это какой-то просто супер гениальный хлопок, потому что он больше похож на хлопок с вискозой. Но она идеально сидит, она идеально освежает. И большое спасибо вам за то, что вам эта кофточка на мне тоже нравится. Еще на сайте Ralph Lauren я покупала себе джинсы. И вот опять-таки, да, может показаться, что они абсолютно обычные, но сидят они всегда очень круто. Они не белого, они, наверное, такого цвета, я не знаю, но Carrie Bradshaw данный цвет называла цвет яичной скорлупы. Они достаточно длинные, я их специально сильно не подшивала, потому что я их в основном ношу летом только с каблуками, потому что ножки у меня достаточно полные. И если я надеваю их на плоском ходу ботиночки, то у меня такие ножки-тумбочки. А с каблуками очень круто. Я также из интернет-магазина Ralph Lauren с помощью бандерольки я заказывала вот такие балетки. Но, честно говоря, мне даже немножко стыдно вам их показывать, потому что я их ношу уже, я их относила все лето. И они плохого качества. Как вам это объяснить, я не знаю. В общем, у них внутри была такая золотая какая-то подкладка, которая слезает вот такими вот непонятными штуками. Ни при каких условиях не могу снять где-нибудь в гостях, потому что выглядят они просто как какая-то, я не знаю даже, ну какая-то чумичка. Ну прям фу-фу-фу. Поэтому обувь Ralph Lauren только дорогая. Дешевые коллекции отстойные. А вот с вещами можно сэкономить очень даже неплохо. Поэтому, что касается бандерольки, реально от всей души советую вам зайти. У них огромное количество сайтов, с которыми они сотрудничают. И это очень удобно, потому что сейчас новые таможенные условия, а ребята из бандерольки вам всегда помогут доставить вашу посылку очень быстро. У них своя служба доставки, которая называется Quintry, и она работает гораздо быстрее, чем EMS и все остальные штуки проверены на себе. Поэтому очень-очень советую. Второй интернет-магазин, который мне очень нравится, это интернет-магазин KupiVip. Так как у меня на эту зиму абсолютно не было пальто пухового, это была моя покупка номер один. Потому что таскать шубу каждый день просто жалко и не всегда нужно. Он очень теплый, он очень плотный. И вот он сделан максимально удобно. Еще у него небольшая особенность состоит в том, что кармашки у него обшиты флисом. То есть вам даже перчатки не нужны. Иногда кармашки делают из такого стопроцентного полиэстера. Засовываешь туда руки, ни тепло, ни холодно, даже иногда хуже бывает. Здесь же эти кармашки сделаны из реально теплого флиса. Я таскала его по всей своей поездке в Питер. Это было волшебно. Я обожаю синий цвет. Синий для меня это новый черный. Поэтому обратите свое внимание. Конечно, ну, многим может показаться, что это достаточно дорого. Но просто я, когда хожу по магазинам, я даже в Заре ничего особо дешевле не видела. Если мы говорим не о синтепоне, а если мы говорим о пуховике, как бы пух-перо. Еще я немножечко на купивип прошлась по свитерам. Первое, что я взяла, это был вот такой вот свитерок от бренда Мекс. Я ненавижу вот эти воротники. Но почему-то в этом сезоне как-то пошло у меня. Не знаю, раньше они меня все время раздражали, душили и так далее. Размер у меня МК. У него интересный сделан такой перед, как бы он, грубо говоря, у него такие здесь как разрезы. При том, что, насколько мне кажется, это не просто разрезы, а здесь именно количество петель меньше. Потому что оно вот очень уходит сюда. И на самом деле хочу сказать, что как раз-таки вот эти вот разрезы, мне кажется, этот свитер и дешевят. Вот был бы он просто прямой, было бы классно. У него достаточно высоко сделан этот разрез, поэтому специально под этот свитер я купила всякие маечки. Я поняла, что я старею. Моя мама тут чуть не расплакалась. Приезжаю я в гости к ним и говорю, мама, я официально постарела, посмотри на меня. И я ей показываю, что я наконец-то под свитера стала носить хлопковую майку. И теперь я ношу джинсы с завышенной талией. Мама, когда это увидела, сказала, господи, наконец-то ты в свои 28 лет выросла. Потому что сколько скандалов, интриг и расследований было у мамы, когда она видела, что я выхожу из дома в низкопосаженных джинсах на бедрах и коротком пуховике. Она говорит, у тебя спина голая, мне тепло, мне нормально. Теперь же, если я не надену на себя просто 25 одежек, я чувствую себя дико холодно. Это старость. Точно так же, как и любовь к оливкам. Еще один свитерок, уже такой более классический. Он был вот такого оттенка. Я не осмелюсь назвать его Марсал или Марсала или Бургундия. Марсала, кстати, похоже по созвучию, как... Ну, я даже не буду говорить на что. Итак, это у нас джемпер женский. Так, 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 так. Где произведено? Непонятно. Написано, что... Китай. Китай, конечно же, Китай. Но мне он очень понравился своим темным интересным цветом. Это реально цвет, знаете, такого хорошего, дорогого вина. Винный оттенок, да. Размер 46. Это МК. А опять-таки, здесь размеры такие китайско-российские. Поэтому этот такой 46, который на самом деле 44, а то и 42. Он достаточно короткий, поэтому я его собираюсь носить с высокопосаженными джинсами. Но он очень приятный. И иногда, даже если вы размеры больше, чем 42, и если вы даже не фито-няша, не нужно страдать комплексом Аллы Борисовны Пугачевой. Я сама этим очень долго страдала и страдаю. Когда ты чуть-чуть поправляешься, тебе хочется носить безразмерные вещи. Но это очень большая ошибка. Потому что чем более безразмерная вещь на тебе, тем более толстой ты выглядишь. Я ни в коем случае не призываю вас на ваш полный 48-й, напяливать 44-й и быть похожей на ту самую поросенку, которая на пляже сидела. Ну, погоди, помните, сидела такая свинья, и у нее было 6 купальников на сиськах. Абсолютно это делать не нужно. Но если вы хотите выглядеть не такой пухленькой, какая вы есть на самом деле, то лучше носить вещи по фигуре. Это странно, но это работает. И еще одна вещь, которая не понравилась Кате. Руслану я ее показывать даже не стала, потому что он тоже ненавидит такие вещи. Он мне любит строговый покроя. Я же люблю все яркое, блестящее, с какими-то шматками материи. Это вот такая кофта, как вы можете наблюдать. Она очень похожа на эту, но это такой как раз-таки джемпер, который расстегивается. А это просто кофта. Я ее планирую носить, как вы можете догадаться, с кожными лосинами или с чем-то таким. Но люблю я этот стиль, обожаю. Снизу у него еще приделана вот такая вот пестрая штука. Это у нас бренд Mark Spencer. Размер у меня десятка. Она мне чуть-чуть свободная, но это даже и хорошо для такого свитера. Ну вот люблю, обожаю. Вы мне можете говорить сколько угодно, что это дешево, что мне это не идет. Для меня это самая комфортная одежда. Еще один свитерок, который я приобрела на Купи Вип, это даже не свитерок, это скорее яркая водолазка. Очень она из приятного материала, при том, что здесь 50% вискозы, 50% нейлона. Но она очень теплая и очень приятная к телу. Под нее даже поддевать ничего не хочется. И у нее вот такой вот интересный вязаный воротник. Мне понравилось. Вы знаете, может быть эти вещи не являются такими вещами, в которых можно прийти на неделю моды, но это абсолютный такой стиль casual. Мне она очень понравилась. И у меня, как вы видите, в последнее время пошел такой серо-бежевый период, поэтому что-то такое яркое и коралловое, это прям как глоток свежего воздуха для меня. Очень она мне нравится. Напишите, как вам, носите ли вы такие вещи. И последнее, что я отрыла на КупиВит, это были джинсы. Джинсы от бренда Мекс. У меня размер 28. Да, 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 за эти два года я набрала ровно один размер. Если раньше я всю жизнь покупала себе размеры джинс 27, теперь я перешла в 28, как бы, ну и окей, фиг с ним. Это джинсы, у них называются модель сигареты. Да, поэтому если вы не курите, то вы можете сигареты надеть на ноги. Это абсолютно классический такой, мне кажется, стиль джинс. Они и не бойфренды, и не прямые, и не сильно зауженные, и не совсем спички. Хорошие. Мне понравилось. Мне как раз не хватало вот такого цвета, замызганных джинс. Еще у них был один цвет более такой неэви блю, такой более голубой. Но мне показалось, что я собираюсь носить их все-таки зимой, и такой слишком голубой цвет будет смотреться несколько странно. Поэтому выбрала вот такой вот. Вообще, мои любимые бренды из джинс. Это Tommy Hilfiger, Calvin Klein и вот теперь Мекс. Очень обожаю эту святую троицу. Ну и, конечно же, третий интернет-магазин, который я безумно люблю, который, мне кажется, на данный момент является просто номером один в российском интернет-шоппинге, это, конечно же, сайт Ламода или Лямода, или как угодно его можно назвать. Потому что всякие там бонприксы, что-то такое, мне с ними не везет. Там все время приходят какие-то странные вещи. А Ламода, это, по сути, просто интернет-отделение большинства популярных магазинов, в которые мы ходим. Да, я уже не раз говорила, что я та самая жируха в лосинах. Но я очень люблю лосины. У меня достаточно много удлиненных каких-то свитерочков, кофточек. И, ну, в них реально удобно. Я не знаю, что. Мне кажется, что я все-таки еще не настолько толстуха, чтобы прямо уж типа вот жируха в лосинах. Ну, люблю, ну, нравится. В этот раз я взяла от бренда Mango. У меня размер N, но признаюсь честно, что американский размер это S, и, может быть, можно было брать L европейскую. Они сделаны вот таким образом. У них перед, перед у них кожаный. Здесь есть даже вставочки с молнией, а сзади они полностью трикотажные. Сидят они на мне, конечно, впритык, повторюсь. Но я не стала менять их, не стала брать L, в общем, влезла и влезла. И вообще, как бы, надо худеть, и уже это все меня достало. Следующее, что я взяла, была достаточно мимишная кофта от бренда Lost Ink. В этот раз мне немножко не повезло, ну, не то, что не повезло с размером, в принципе, повезло, но я ожидала, что оно будет немножко побольше. У бренда Lost Ink такая ситуация, что в основном все вещи всегда на размер больше, чем есть на самом деле. Поэтому я вот этот раз взяла размер евро 38, а английский размер десятку. Это такая кофточка с баской. Я, честно, не знаю, с чем я ее буду носить, потому что она достаточно короткая. Мне казалось, что она будет несколько длиннее, но, наверное, я буду это носить с джинсами на высокой талии или просто с обычными джинсами. Ну и, конечно же, юбку-карандаш тоже никто не отменял. Следующая кофточка тоже от бренда Lost Ink. Она мне очень понравилась именно своим вот таким, вроде бы, простым дизайном, но вот что-то в ней есть. В общем, выполнена она вот таким образом. Это вот такой вот своеобразный джемперочек. Снизу у него вот такие просто невозможно красивые пайетки. Ну, блин. И сама по себе она не гладкая, то есть она вот с задней стороны гладкая. А здесь она выполнена таким каким-то ребристым, ребристой фактурой. В общем, она мне очень нравится. Размер у меня тоже 38. В принципе, можно было взять сорокетку, но такой класс вещей, я их называю как бы просто дорогуша. Не забудь, что тебе не нужно больше жиреть, как бы остановись уже, хватит. Поэтому иногда вещи в обтяжку, они, в принципе, даже и спасают тебя от лишнего куска съеденного пирожочка. Так как я стала огромным фанатом бежевых и каких-то таких спокойных классических вещей, не смогла просто пройти мимо вот такого вот джемпера. Он какого-то нежно-бежево-розово-кремового оттенка. Размер у меня М-ка. Это бренд Broadway, New York Fashion почему-то написано. Вот, в принципе, это то, о чем я говорила. Так как это бренд американский, насколько я понимаю, то и размерный ряд у него реально чуть больше. То есть, вот эта М-ка, но она на самом деле как Элька у того же самого Лустынка. Но он достаточно неплохо смотрится. Можно было, конечно, посмотреть его на размер меньше Эску, но я это делать не стала. Честно говоря, он и так достаточно симпатичный. Следующий one-size свитер был от бренда United Colors of Binetton. Это абсолютно химический свитер, но мне он понравился своей вязкой. То есть, он такой достаточно крупной вязки. Он весь такой широкий. Он весь такой невозможно объемный. И мне кажется, что это один из тех цветов, в которых всегда мне идет. Это такой вот какой-то золотисто-холодно-коричневый. Я не знаю, как его по-другому объяснить. Повторюсь, что в макияже глаз этот цвет называется taupe. То есть, это такой вот серо-коричневый какой-то оттенок. Но на камере он сейчас смотрится каким-то зеленоватым. Это абсолютно не так. Я даже не знаю, почему он так делает. Может быть, за счет того, что у него здесь одни из ниточек вплетены с таким как блеском. Поэтому он кажется таким супер-супер блестящим. Но мне он очень понравился. Но его, конечно же, нужно носить строго с какой-то маечкой под низ. А то, может, что-то проглянуть. То, чего вы людям показывать не хотите. И последняя вещь на сегодня. Я не скажу, что это разочарование. Это не разочарование. Просто я ожидала более плотной ткани. Это опять-таки вот этот вот серо-коричневый оттенок, который я очень люблю. И он идет ко всему. Это у нас бренд Mango. Это было базовое платье. Я взяла специальный размер L, чтобы оно было прям такое широкое по мне. Это вот такой вот своеобразный удлиненный кардиган-платье. Его можно носить с какими-то плотными колготками. Наверное, даже не обязательно, чтобы они были коричневые. Единственное, что оно вот очень-очень-очень-очень просвечивает. Поэтому, честно говоря, вот надо еще посмотреть, сядет ли оно на меня с темными колготками. Если нет, может быть, его можно даже и носить с теми же самыми лосинами и грубыми сапогами. Но, повторюсь, вот этот вот цвет, он всегда выручает. Этот вот тот оттенок бежевого-коричневого, такой цвет какао из детского садика, он всегда выручает. Он всегда уместен. И, несмотря на то, что ты создаешь впечатление такой небольшой серой моли, на самом деле это даже красиво. И, повторюсь, это всегда и везде уместно. Вот такая огромная гора вещей у нас была сегодня в видео. Я надеюсь, что вам все понравилось. Это мой стандартный базовый гардероб. Я в последнее время практически не покупаю себе вещи такие красивые, на выход. Потому что мой гардероб это те вещи, которые я люблю носить каждый день. И у меня сейчас нету каких-то таких прям вот суперзваных ужинов или каких-то супермероприятий. Поэтому я перешла на достаточно более взрослый, комфортный, однотонный гардероб. Я думаю, те, кто смотрит меня давно, помнят, какие были булочки в 70-м году. Шучу. Помнят о том, как... И вы меня очень часто ругали, что я люблю какие-то очень оляпистые вещи с какой-то странной фурнитурой или чем-то таким. Сейчас мой гардероб стал более скучным. Но, наверное, это за счет того, что я просто взрослею и пора уже становиться... Но даже не то, что пора, а это просто как-то изнутри уже идет. Вот хочется более спокойных, более качественных тканей. А что-то яркое всегда можно добавить яркой помадой на губах. Большое вам спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, что вам понравилось. Ссылочки постараюсь максимально оставить внизу, если вас что-то заинтересует. До встречи в моих следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok